Я немножко не ожидал, что про это придется рассказывать, но только что мимо меня по вагону прошел чувак, въебался в меня рукой и палкой, такой иншундиминг, а он просто слепой. Я не знаю, зачем меня попросили об этом рассказать, но въебался и въебался. Въебался и въебался. Еще один с нами сидит пацан, он явно очень боится, что мы говорим непонятный язык. Сочи, что же? Он ходит в маяке-онкоголички в школу. Так, значит, день восьмой. Сегодня охренительная погода, поэтому мы, собственно, наверное, сегодня дойдем еще раз до Октоберфеста. Ну, еще всякую херню поделаем. В чем проблема? Мы проебались и забыли зарядить камеру. Поэтому мы будем снимать все на Окшонку, поэтому, возможно, звук и изображение будет полное говно, извините, мы что-то тупанули, да? А, еще в чем прикол Окшонки, мы не видим, что она снимает даже. Поэтому мы вообще рандом какой-то сэршет снимаем. Итак, мы возвращаемся к Deutsche Museum, потому что вот этот гражданин проебал свой шарф. Не смотрите, что на мне ровно такой же шарф. У него много одинаковых шарфов, но дело в том, что он вчера, то есть мы посетили позавчера музей, он вчера уже ходил туда, узнал, что шарф его есть, но его ему не отдадут, потому что у него документов нет. Вот, и поэтому сейчас мы пойдем туда опять. Куча каких-то штук, чтобы заварить шарф. Что там делать надо, Сань? Мне нужно записать здесь свое имя и фамилию. И адрес. Спасибо, Шон. У каждого дня. Еее, забрали шарф. Наконец-то. Ну что, ты доволен? Давай, поделись своими впечатлениями. Вот у меня был один шарф и другой шарф. А теперь их одновременно два. И куда мне это запихнуть или... Спасибо, блядь, я понял. Так, что я заснял, так что? Вышло два полицейских из магазина. Они купили огромный огурец, куча бананов, яйца и какую-то банку с чем-то. Просто что, блядь? Серьезно. Прикольный плакатик, как Англия убегает из Евросоюза, и тут звездочка попадает. Найс. А вот тут какая-то клевая штука стоит. Ну, это здание, очевидно. Это, наверное, ратуша или что-то в этом духе? Ну, в общем, красивый, очень красивый центр в Мюнхене. То есть он мне много больше нравится, чем центр в Кёльне. Особенно мне нравится вот эта рыбка, которая выглядит как покемоны. Сейчас я не вспомню, как она называется, но... А, ладно, в постпродакшен добавим. Нет, точно добавиваю, ребят, это рыбка из покемонов, я это уверен. Горока чемпан, это мой дестивний. Можно сейчас мне не записать, чтобы показали KFC. Но, как бы, он... Немецкий KFC, он не лучше нашего, не хуже, там свои плюсы есть. Но самый огромный минус это то, что картошка полное говно. То есть они мне вообще ничего не добавляют, походу. И майонез. Боже, это... Это ужасно. Просто это... Мне кажется, на самом деле, во всем мире настолько плохой майонез, блядь. Причем, казалось бы, майонез это не самое центровое, что есть в KFC. Можно было бы просто положить хуй. Но к картошке они не предлагают, допустим, сырного соуса. Они предлагают либо майонез, либо кетчуп, либо и то, и другое. Это бесплатно к картошке. Кетчуп вроде обычный, я не пробовал. Да, просто кетчуп. А майонез, он как будто... Как будто вы просто едите просто... Пустой жир, причем рыбий жир. Да, вот... Просто полное дерьмо, то есть... В обузове послушаем. Ну? Это еврейский джаз-бэнд в центре Мюнхена. Это вот, это действительно круто. Мы стоим в самом центре, по сути, Мюнхена, это Мариен Плац. И стоит привести аналогию с Кёльном. В Кёльне, в самом центре, напротив Кёльнского собора, стояли палестинцы, собирали деньги на уничтожение, блядь, Израиля. А тут в центре стоят еврейские музыканты, играют всякую... Записываются? Да, записываются. А, слава богу. Играют всякую еврейскую штуку, да? Хаунагила 740. Правильно сказал? Правильно? Абсолютно правильно. А сейчас вообще соло на контрабайне. Браво! Здесь все круто, приятно. Так вот, мы спустились сейчас в метро, это Мариен Плац, как раз там, где мы стояли пяти евреев. И сейчас мы погодим, наверное, на Октоберфест, правильно? Абсолютно. Вот так. В этот раз Октоберфест гораздо сильнее нас радует, потому что мы сразу нашли столик, отличная погода, то есть в какой-то веке здесь тепло, и это именно та погода, когда хочется выйти пиво. Да, нет дождя на улице, люди есть. Да, потому что когда, знаете, когда 7-8 градусов тепла и дождь, пиздец как не хочется пить пиво. А сейчас самое то, да, и сразу сели, и эта палатка не Шпаттон, это Пауладер, и тот самый Мюнхенец, который мы уже напоминали, он советовал нам Пауладер. Вот и наше пиво, попробуем. Здесь с чаевыми было как-то поделикатнее, в прошлый раз нас прям стрясли. Ну что ж, давай. Вот мы только что, собственно, допили наши кружки Пауладера. Настроение хорошее сразу, я, по-моему, немножечко закрыл микрофон рукой, но это ничего, я уже подвинул. В целом настроение на Октоберфесте весьма себе прикольное, то есть, ну тут куча всякой хрени вот такой. Ну и тут все такое, знаете. Ну блин, на самом деле, Октоберфест, ну как написано на Википедии, это семейный праздник, да? Да, там написано, что это семейные народные гуляния. И в общем-то... Типа, знаешь, как в Москве на День города. И в общем-то это так, потому что здесь куча всякого дерьма, типа эмоджи, смайлики, всякая жаротва. То есть пиво, в общем-то... Ну естественно, куда же без него. И он там тоже. Дело в том, что Октоберфест это не в основном праздник от пива, это просто, ну, гуляние. А пиво просто как хорошее дополнение, по сути. Ну то есть нормальная такая тема, да? Я вот уже не первый день думаю о том... Ну господи, блядь. Ну как всегда, русские портят, собственно, настроение. Ну потому что мы не умеем себя вести. Самое число, они шифруются под баварцев. То есть они ходят в баварских народных костюмах, чтобы их не опознавали, а потом орут тебе мерзотно пизди, потише. Просто уроды, блядь. Вообще-то прикольная тема была сделать DecemberFest, фестиваль водки в России, где наливали бы литр водки, и ты сидишь просто умираешь. На самом деле не очень хорошая идея, но вообще прикольный стартап. Третий тост. Не чокаясь за великого армянского актера Соса Саркиссана. Вечная его память. Сейчас делают наши любимые цейн вафль. Вафль. Ну как не цейн, но их вафль. Короче, пока готовят вафли, я расскажу этот мем. Как-то раз мы решили, ну, затариться прям по полной, чтобы, ну, лежало у нас в отеле, мы могли прийти их похавать. Я зашел в булочную, а вы видите меня, да? Да. Я был еще жирнее тогда. Я сказал, бить на цейн вафль. Меня посмотрели, как на, блядь, как будто, знаете, вломился слон в консерваторию местную, я не знаю. Попросил 10 вафель. Вот такое странное ощущение было, поэтому для нас цейн вафль это смешной мем. И вот нам сделали сейчас вафельки. Там просто вся бушная, тогда такие обернулись и такие сейн вафельки. Чтоб вы понимали, женщина, которая продавала хлеб там, она выбежала на улицу и, чтобы видели мое удивление, она выбежала на улицу и кричала людям, что кто-то купил 10 вафель. Мам, ты еще раз. Е-бой. Кайф. Да, и, кстати, мы только что захавали вафли и, знаете, мы заказали, ну, потому что у нас просто монетками было 6 евро, мы решили заказать то, что там было по 3 евро. Это была вафля со спидами сливками. Ответьте мне на вопрос, вы хоть раз пробовали спидами сливки ни с чем. Ни с чем. Реально? Там нет ни сахара, ни ванилина, то есть вы такие в 2-й сливке, о, просто сливки, да? Это очень смешно, спиды сливки ни с чем. Попробуйте, дома просто тряхните бутылку со сливками и выпейте. Это просто, блядь, найс. Аквапарк без воды. Вот это контент. Я немного другого ожидал, честно.